отлично так еще раз всем привет меня зовут алексей ниц и вы пришли послушать вебинар теперь социальных технологий как тему звучит командная работа над проектом от путь от ожидания к результату и сегодня мы поговорим об очень интересной теме будем говорить достаточно простые вещи с одной стороны с другой стороны может быть что-то интересное вы для себя найдете так я являюсь редактором теплиц и также проживаю вебинар и видео уроки то есть вот мой mail если у вас какие-то вопросы есть в том числе point партнерства мероприятиях или каких-то вопросов связанных там с вебинарами системы вебинаров или видео уроками то вы можете мне писать напрямую я с удовольствием послушаю вас ваши предложения какие-то так если надо говорить как-то погромче потише вы можете сказать мне я просто не очень вы понимаю насколько я громко говорю да и сегодня у нас будет приглашён спикер это дмитрий андронов который является главным специалистом развития в альфа лаборатории и сервис дизайнером высшей школы дизайна британской высшей школы дизайна на себе он не естественно чуть позже расскажет а я буквально там минут пять займу и расскажу вкратце о нас до этого я хочу показать просто я сделал значит такую визуализацию то есть те люди которые регистрировались на этот вебинар просто было интересно посмотреть из каких городов кто конечно сложно оценить сейчас кто дошел из тех кто регистрировался но тем не менее как мы видим практически вся россия даже есть несколько человек из европы опять же если кто-то регистрировался да в любом случае можете потом посмотреть это в записи и показать это своим там друзьям коллегам тем кому будет это полезно цене мы поговорим о таких вещах которые можно там озвучить в шести каких-то маленьких темах в том или ином виде то есть может быть где-то более подробно где-то менее подробно тем не менее мы затронем эти темы то есть мы поговорим о том так что секунду андрей спрашивает какой айди трансляции так 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 айди я к сожалению не знаю если администратор напишет то напишет я к сожалению не знаю окей а я продолжу да и мы поговорим сегодня о том что такое вообще гибкая методология разработки в частности agile и какие инструменты можно использовать как ставить цели для команды как быстро реагировать на изменения и посмотрим некоторые примеры которые я сумел найти и может быть кто-то из вас кто присутствует на этом вебинаре расскажет каких примерах возможно вы сталкивались с ними либо ваша организация это было бы очень интересно послушать и так что если какие то есть замечания либо предложение взять напишите а в двух словах хочу рассказать о нас кто мы такие может быть вы не все как бы участвовали в наших вебинарах возможно кто-то будет смотреть это впервые и записи в том числе и в двух словах я просто расскажу что это такая организация что мы вообще делаем а такой слайд который показывает наш сайт зелененький вот просто для того чтобы вы запомнили как он выглядит адрес его test.ru и достаточно простое объяснение тому кто мы такие мы общественно образовательные проекты мы связываем две как бы целевые аудитории с одной стороны это не коммерческие организации дали какие-то активисты или какие-то люди которые решают общественно важные задачи а с другой стороны это эти специалисты которые имеют возможность что-то делать но например они совершенно не знают что можно это делать для общественного блага какого-то соответственно все наши деятельности мы это совмещаем вместе и рассказываем друг друг о друге и той другой аудитории и соответственно делаем разные проекты и так далее вот на нашем сайте мы освещаем в том числе много информации касательно вот этой тематики то есть это технологии интернет-технологии и некоммерческий сектор на нашем сайте мы также собираем три условно говоря базы данных которые можно назвать следующим это приложение сообщества инструменты приложение это те онлайн сервисы мобильные приложения или просто веб-сайты которые призваны решить какие-то общественно важные задачи либо социальные проекты сообщества естественно мы рассказываем здесь о тех интересных сообществах которые мы находим в интернете и которые могут быть полезны вам в том числе да то есть это объединение людей в контексте какой-то определенной одной темы и инструменты это обзоры таких вот небольших каких-то онлайн сервисов или программ которые позволяют непосредственно сделать вашу работу более эффективной условно говоря там сделать инфографику нарисовать баннер или например придумать безопасный пароль и мое предложение вам если например вы делаете или пытаетесь делать какие-то новые проекты например далее работать над каким-то своим проектом в организации или просто вот как вы лично то обязательно загляните и посмотрите что уже существует да что люди используют и например некоторые приложения естественно которые у нас есть базе их там уже порядка четырехсот а из них конечно же многие уже перестали существовать это очень важно чтобы понимание было по какой причине да то есть если вы например будете делать что-то похожее на то что уже кто-то старался сделать новый как-то это неуспешно тем самым вы можете сделать определенные выводы и соответственно вы можете связаться с теми людьми кто это дело ранее поэтому я думаю что это будет полезно вам как сделать так чтобы меня было слышно включить звук вот ну я думаю что меня же слышно до слышно двигаемся дальше тогда и в частности то что я делаю да как я уже говорил это я делаю видео уроки в бинаре видео уроки такие небольшие видео которые рассказывают вот именно об этих онлайн сервисах собственно которые приведены в инструменты да то есть это вот более таки подробные там на несколько минут вы можете посмотреть может быть действительно найдете что-то интересное и для того чтобы там применить своей работе например кстати хочу сказать что все картинки презентации кликабельные если нет отдельных ссылок соответственно вы можете спокойно как бы это потом скачать и посмотреть и нажать и перейти например на плейлист наших видео уроках вебинары естественно это то что вот мы сейчас делаем да то что сейчас вы слушаете у нас есть запись вебинаров также есть плейлист на ютубе есть на нашем сайте безусловно кому как где удобно здесь также вы можете посмотреть наши предыдущие вебинары так что если вы что-то пропустили или хотите посмотреть что-то интересное заходите и сделайте и пару слов хочу сказать о том что наш прошлый вебинар как раз касался дистанционного управления командами и проектами и об этом рассказывала она дворникова если вы не участвовали в этом вебинаре я советую вам его посмотреть у нас записи есть на нашем сайте соответственно если на картинку кликните здесь вы перейдете на материалы вебинара то есть эти темы несколько связаны с тем что мы будем сегодня рассказывать поэтому думаю что вам будет полезно и буквально последний слайд перед тем как я передам слово дмитрию в общем что это такое вообще о чем мы хотим сегодня рассказать да то есть я хочу сразу сделать такое как бы обобщение что конечно же гибкие методологии они изначально были связаны именно с созданием и есть разработка каких-то приложений веб сервисов так далее но нужно понимать что сейчас вся любая работа которая делается например независимо от того вы работаете ли в коммерческой организации не коммерческой просто вы делать какой-то свой проект это по сути это проектная работа да то есть это есть определенное время на этот проект да когда вы запускаете и когда есть какое-то окончание либо вы понимаете какому моменту должны запустить и вы работаете не один естественно да у вас есть люди в команде которые возможно причем они могут быть распределены да то есть они могут быть не вместе с вами в офисе они могут вообще быть в других городах например команда в среднем получается следующим образом да что просто есть люди с разными компетенциями да это таким образом объединившись они решат какие-то важные задачи то есть даже если например вы работаете в некоммерческой организации непосредственно думать о том как это вообще применимо к вам вот подумать о том что например то что вы делаете то есть например вы запускать какую-то социальную компанию да то есть опять же это можно рассматривать как какой-то некий проект соответственно это тоже будет вам очень полезно поэтому все что сегодня будет рассказано так или иначе обязательно должно быть связано с некоммерческой организации потому что в принципе это один из путей решения конкретных задач в том числе и тогда когда вы ограничены во времени средствах в ресурсах и во многом чем другом и вот сегодня мы поговорим более подробно об этом так вопросов принципе больше нет поэтому сейчас я листну быстро вопрос лет тогда я передаю слово дмитрию дмитрий ты можешь включить презентацию свою сначала да только ты сначала свою презентацию включи без проблем спасибо алексей коллеги видно ли наша презентация я сейчас скажу когда пока нет я помню да да спасибо большое вот так все это отключаюсь и тогда предоставляю тебе слово большое спасибо алекс еще раз всем добрый день меня зовут дмитрий андронов я являюсь главным специалистом по развитию цифровых продуктов банка альфа банк и состою в штате альфа лаборатория нашего креативного и цифрового подразделения которое занимается разработкой новых сервисов изначально банк создал это подразделение для того чтобы как можно активнее и быстрее реагировать на изменения рынка и создавать новые продукты для коммерческого использования но история показала что мы двигаемся не только на коммерческое использование больше даже к удовлетворению некоммерческих психологических потребностей клиентов дима можно перебью можешь включить камеру пожалуйста хорошо чтобы было интересно смотреть спасибо так почему мы будем сегодня говорить о гибких методиках управления опыт последних нескольких лет показал что классический метод работы над проектами когда сначала ставится задача потом тратится куча времени сил ресурсов на получение результата неизвестно какой выхлоп бывает очень часто неэффективно ситуация меняется гораздо быстрее чем продукт приходит к концу и готов к отправке конечного пользователя и нужно уметь реагировать на изменения и быстро адаптироваться к ним я в своей презентации расскажу о том как отличаются гибкие методики от классических на примерах и мы с вами посмотрим как можно работать в команде по гибкой методики собственно джайл или гибкие методики они выносят следующие основные принципы работа внутри команды важнее чем процесса или инструмента в первую очередь самое важное это когда вы работаете с другими людьми и вы понимаете что происходит внутри команды вы видите то что делает даже если вы охотитесь не рядом с ними и вы помогаете им достичь результата рабочий продукт вместо сложной документации основная задача сделать как можно быстрее работающий продукт любую услугу а не стараться задокументировать все ваши шаги на пути к достижению этого цели взаимодействия с пользователем заказчика нежели переговора и договоренности о документации в первую очередь когда вы работаете по гибкой методологии вы всегда взаимодействуете с конечным пользователем который будет потреблять использовать ваши услуги и продукты если вы не знаете для кого вы делаете ваш продукт ставит большой вопрос придете ли вы в конце концов к результату и последний четвертый пункт реагирование на изменения железо следования плана вы всегда должны быть готовы к тому что что-то пойдет не так вам нужно будет адаптироваться перестраивать ваши рабочие процессы решать какие-то возникающие проблемы и двигаться как можно скорее вашему результату давайте посмотрим на очень простой пример эту картинку скорее всего видели очень многие люди в интернете изначально мы видим в верхнем левом углу о том как наш клиент рассказал что он хочет например у вас появилась идея что вы хотите что-то сделать и и проходит огромный путь от появление идеи к реализации на пути ваша идея очень сильно трансформируется она становится абсолютно не той о которой вы думали вначале а ближе к концу приходите к нужному результату либо не приходится если вы не контролировали то что вы делаете в какую сторону идете в управлении проектами в классической модели есть треугольник который говорит о том что влияет на работу на результат который вы получите это сроки за которые вы должны сделать проект на который у вас отведен какой-то конкретный бюджет в который вы должны уложиться и это тот уровень качества на который все должны выйти в результате этого проекта очень часто качество задвигают все спешат уложиться в выделенные сроки тратят гораздо больше бюджета чем это нужно и в результате продукт оказывается никому не нужен почему потому что люди собрались не зная рынка абсолютно не задумываясь о том для кого они делают этот продукт и начали работать просто потому что у них есть задача и поставленные сроки к сожалению очень часто в таком подходе результат ваша услуга ваше предприятие оказывается убыточным как это действует в обычной жизни внутри команды вы все вместе собираетесь придумываете как вы будете что-то делать в самом начале строите себе конечный результат о том что вы хотите построить какую-то очень успешную компанию которая будет заниматься благотворительной деятельностью будет помогать людям или будете строить какое-то коммерческое предприятие вы собираете ресурсы для того чтобы все это сделать оцениваете сколько вам будет нужно денег начинаете искать эти деньги и начинайте работать проходит какой-то большой период времени вы не обращайте внимание на то что происходит вокруг в мире как меняется ситуация цена вашем рынке после того как ваш продукт готов вы его тестируете внутри и тестируете на ваших клиентах выходите на рынок и в момент обратной связи понимаете что ваш продукт никому не нужен потому что вы слишком долго его делали он не отвечает потребностям и не удовлетворяет тому что рынок ожидает от вас вы собираете обратную связь и ходите на исправление повторно выходите на рынок пытаетесь запустить продукт если у вас еще остались средства и люди которые готовы это сделать но к сожалению очень часто бывает так что у вас уже нет ресурсов и времени и вам приходится уходить классический цикл работы над продуктом и проектом это планирование исполнения проверка действия к сожалению очень часто я вижу своей практике что как только вы запланируете что-то сделать начинает это делать и в результате работы во время исполнения сталкиваетесь проблемой и вы уходите опять на изменения на планирование что занимает кучу времени и вам нужно проходить цикл обратно что очень и очень трудозатратный по времени и по силам грубо говоря возьмем пример нашей картинки наш клиент или ваша идея в вашем замысле выглядела так как показано 1 крайне левой картинки вы сделали продукт как вам кажется идеально это показано 2 картинки по центру а в результате вы ходите на рынок ничего не сделав потому что вы не проверяли вашу гипотезу с вашими клиентами не собирали обратную связь во время работы и очень сильно потеряли во время пути к сожалению так очень часто бывает однако наш метод и джайла или гибкой разработки гибкой работа над продуктом процесса проектом стать себе другой треугольник такой как качество ограничения и ценности самое важное углы этого треугольника это качество и ценности так как перед тем как начать работать вы изучаете все ограничения которые есть на рынке это могут быть ваши бюджетные ограничения ваши ресурсные ограничения отсутствие людей отсутствие идеи как таковой но начав на работу с того что вы изучите целевую аудиторию на которой вы хотите работать вы сможете выявить два основных угла это качество и ценность которые вы должны будете заказывать любой продукт который становится популярным успешным он отвечает как минимум одной ценности которая становится очень важной очень важный для конечного пользователя а качество даже если она не столь высоко удовлетворяет ценность и вписывается в ограничение вы можете пренебречь на какое-то время а потом быстро доработать основная мысль джала в том что вы можете процессе работы возвращаться на предыдущий этап и быстро исправлять ошибки как работает гибкий подход самом начале у вас есть идея или у вас есть клиент вы узнаете у клиента что он хочет получить в результате и представляете свою идею в виде какого-то простого прототипа вы проверяете это вместе со своими коллегами с клиентами видео еще не полностью готового продукта прототипа который отвечает потребностям клиента и удовлетворяет их с минимальными вложениями с вашей стороны как только вы понимаете что вы движетесь в правильном направлении вы спокойно развиваетесь дальше и получаете готовый нужный продукт в нужное время это занимает чуть больше времени точнее такая методология занимает меньше времени чем классическая потому что вы наступаете на ошибки гораздо быстрее и выходите на рынок в работу с уже более продуманным и готовым продуктом нежели если вы сначала все готовили планировали внутри компании внутри своих голов и день а после вышли на рынок и очень сильно расстроились от того что встретились абсолютно другой реальности нежели вы думали гибкая использует примерно такие же этапа однако она учитывает то что вы можете быть не права вы придумываете вашу идею ваш продукт записывайте все его характеристики которые вы бы хотели видеть в нем и думаете а с чего вы можете начать без чего ваш продукт не заработает и что действительно нужно для того чтобы у вас все работало и удовлетворяло вас и ваших клиентов вы составляете список задач для вашей команды для будущей разработки и понимаете что в принципе да вот эти части можно взять сразу работа без них ничего не получится а все остальное можно отложить вы начинаете работать работа в гибкой методологии строится обычно по коротким откресткам времени в районе 1-2 недель и и по истечении этого периода времени у вас уже должен быть какой-то рабочий результат который вы можете показать клиенту который будет удовлетворять его потребности чем быстрее вы будете выходить на вашего конечного клиента тем быстрее вы проверите насколько вы правильно идете пройдя небольшой отрезок пути и проведя тестирование вы получаете обратную связь все ли у вас сработало если да то вы продолжаете в нужном направлении если нет то возвращайтесь переделывайте потратив очень маленькое количество времени на то чтобы пойти не в ту сторону вы постоянно делаете работу развиваете свою идею ваш сервис продукт проверяете его на пользователях и возвращаетесь к тому что проверили исправили пошли дальше но вы не тратите очень много времени и сил и денег на то чтобы это проверить в результате пройдя цикл в 3-4 месяца вы можете выйти с готовым решением которые будут удовлетворять пользователей по всем фронтам и для вас это будет очень выгодно и успешно в мире особенно в программистском используются четыре классических методики это канбан скрам xp и fdd канбан японская методика которая разбивает рабочий процесс на стадии по которым все раскладывается и проходит в от стадии идеи до статьи реализации самый простой пример комбана я сейчас приведу на экране одну секунду это доска в которой вы составляете список ваших задач на одном краю доски находится то что вам предстоит сделать все ваши маленькие действия и вы начинаете двигать маленькие задачи по разным частям от начала работа прошу прощения одну секундочку вот идеи реализации тестирования и готовности как только у вас все готово вы можете спокойно двигаться дальше вы четко представляете как движется продукт проект и переходя от статьи к стадии контролируете исполнение скрам это такой же метод который отвечает на то что что мне нужно сделать сейчас с какими проблемами я столкнуться и что я буду делать сегодня скрам это такой командный метод работы для разработчиков которые используют быстрые методологии для разработки программного продукта и она очень хорошо подходит для работы над другими проектами как то офлайн бизнеса какие то медийные проекты и чаще всего в практике используют канбан и скрам xp относит на расшифровывать как extreme programming и используется чисто для программистских целей fdt расшифровывать как future driven development и вся разработка идет от конкретных задач которые вы хотите решить как только вы это решаете у вас все хорошо и вы можете двигаться дальше ну давайте пройдем дальше по презентации какие инструменты чаще всего используются в гибкой методологии как ни странно для работы и постановки задач используются обычные стикеры постов на которых записывается то что вам нужно сделать задача формулируется в виде двух слов одно из которых это существительное другой глагол сделать макет написать текст придумать идею вы расписываете все маленькие действия которые вам нужно сделать на такие бумажки раскладываете на доску и начинаете двигать их от одного края к другому и смотрите что у вас получается все ли хорошо и если какие-то проблемы и конечно это ваша голова и руки вам нужно знать что вы хотите сделать обладать какой-то нужной экспертизой и в случае необходимости быть готовым привлечь новые головы и руки для того чтобы добиться решения очень часто возникают проблемы с тем что нужно сделать много задач сил на все не хватает и вот здесь как раз визуализация ваших задач очень поможет вам достичь результата за счет того что вы видите кто что делает и на какие задачи уходят силы и все это видно с помощью обычных бумажек также ставить цели для вас и вашей команды по хорошему каждая маленькая задачка должна быть сделана в течение одного дня одним человеком это единицы измерения работы и вы можете легко контролировать ее за счет того что на бумажке вы пишете словосочетание из двух слов глагола и существительного вы сразу понимаете что вам нужно сделать и глядя на весь ворох бумажек вы можете легко понимать какие задачи у вас находятся в работе что вы делаете и как они ложатся на общую цель которую вы идете однако в реальности чаще всего бывает так что вы можете записать одну бумажку и столкнуться с проблемой что она не движется никуда в течение долгого времени все потому что люди заняты другими делами и некогда заниматься тем что вы спланировали и очень часто бывает что вы переоцениваете задачу бывает так что вместо четкой задачи у вас появляется набор непонятных хотелок сделать красиво нарисовать луну и так далее к сожалению все приходит с опытом и конечно нужно смотреть за тем чтобы ваши цели и маленькие задачи не расходились чтобы каждый маленький шаг вел вас к общей цели вашего проекта однако гибкая методология очень помогает в том чтобы сталкиваясь с какими-то изменениями в работе быстро среагировать на них предположим вы хотите сделать сайт вы начинаете работать с одним веб мастером ставите ему задачи и тут понимаете что таких сайтов уже очень много и вы не знаете как вы будете конкурировать с другими людьми вы себя останавливаетесь на какой-то период думаете о том чем вы можете помочь вашим клиентам как сделать так чтобы именно ваш сайт был популярен и приносил пользу людям после чего вы садитесь за стол и снова начинаете планировать вашу деятельность но вы сразу поняли что вы идете в нужное направление но не совсем верно вы скорректировались и продолжили работать либо вы понимаете что начав делать ваш сайт вам нужно делать совершенно не сайт а какое-то сообщество которое будет находиться в оффлайне и приносить пользу людям и самое неподходящее время понимаете что все таки все заинтересованные стороны которые спонсировали вас или поддерживали вас в начале проекта отваливаются и что-то идет не так вы опять же останавливаетесь смотрите по сторонам и заново действуете самое главное не бояться этих изменений и достаточно смело двигаться вперед потому что если вы будете верить что в самом начале вы придумаете идеальный план и не будете не будете проверять его ваш план может дойти до конца но абсолютно не реализоваться и ошибиться в работе очень простой пример того как это выглядит в программной разработке у вас есть клиент который ставит вам задачу о том что я хочу чтобы ваша программа делала то-то и то-то вы собираете с него требования о том как он это хочет видеть какие функции хочет удовлетворить этой программой составляете список задач которые нужно сделать для того чтобы выполнить все пожелания клиента и начинаете работать работаете показываете результаты работы вашему клиенту и понимаете что тут резко что то идет не так вы садитесь на вместе с командой на стул и начинаете снова думать о том как же делать дальше в гибкой разработке есть понятие MVP минимальный ценный продукт который отвечает потребностям вашего клиента поэтому перед тем как садиться и делать что-то очень большое вы садитесь и понимаете с чего вам стоит начать что внести в MVP и объединить все ваши усилия на то чтобы быстро достичь этой цели проверить вашу гипотезу о том что это работает как только вы добиваетесь создания MVP и проверяете его вы можете запуститься на всех ваших клиентов которые заинтересованы в разработке и продвинуть ваш продукт в дальнейшее развиваться и проверять насколько вы удовлетворяете потребности вашего клиента самое главное это итерационность и подход к тому что не надо делать все сразу не нужно кнаться за максимальным качеством и скоростью начните делать все постепенно небольшими шагами и очень медленно даже не то что медленно небольшими шагами вы быстро придете к результату предположим что вы собираетесь открыть ресторан подумайте что будет вашей идеей открыть ресторан или помочь другим людям у у вас появляется идея вы собираетесь с единомышленниками объединяетесь ресурсами и начинаете что-то делать вместо того чтобы вы готовите огромное меню на 100 блюд вы создаете ресторан с двух блюд с минимальной обстановкой выбираете место где он будет и смотрите приходят ли люди к вам за тем чтобы поесть у вас вы начинаете делать ваши блюда все лучше и лучше к вам приходят все больше и больше людей как только вы понимаете что вы достигли успеха на том что вы делаете вы можете дальше расширяться и делать то что вам хочется делать дальше вместо того чтобы тратить кучу времени и сил на развитие чего-то большого вы начинаете с малого и постепенно постепенно выходите к тому что ваш проект развивается и становится все лучше идея с гибкой разработкой и гибким развитием хорошо иллюстрируется такими приложениями которые вы наверное знаете как Airbnb GetTaxi тот же самый Instagram хотя тот же самый Facebook через который мы все регистрировались на это мероприятие тоже прошел такой путь развития он создавался как маленькая социальная сеть для студентов а разросся в международный и всемирный инструмент которым пользуется поэкс на свете изначально он не задумался как что-то огромное поэтому гибкая методика подсказывает нам что достаточно начать с малого сделать что-то одно хорошо и развиваться дальше а успех к вам уже придет наверное это для меня все с моей стороны Алексей давай вместе попробуем позадавать вопросы и поотвечать на них я надеюсь что ты поотвечаешь и не позадаешь хотя тоже можешь что-нибудь меня спросить так вопросы есть ли вопросы ну вот у меня конечно есть вопросы но я давай послушаем если у кого-то из участников есть вопросы можете их написать я их озвучу я пока задам вопрос сейчас я переключу и посмотрю где я их писал вот что делать вот может я пропустил немножко вопрос в следующем что делать если вот ты говорил о том что надо записать на бумажку задачу которую теоретически лучше выполнить за один день и чтобы это мог сделать один человек а что делать если все-таки при правильной постановке задачи все-таки при ну действительно правильной ну не успевает никак не успевается делать эти задачи накапливаются что с этим делать? смотри если происходит так что задач становится все больше и больше и ты не успеваешь справляться с ними достаточно принять решение и сказать что вы больше не берете ничего в работу пока не сделаете то что вам нужно сделать вы договариваетесь что срок может сдвинуться но вы разбираете весь завал и движетесь дальше иначе ничего не получится а может а может ли вот говорить это о чем-то то есть если задача не делается то есть это может говорить о том что в этом какая-то обшитка или сложность то есть вот вот как раз нарушение сроков это не является ли показателем того что что-то не так с задачей или это как-то не совсем связано смотри здесь скорее вопрос в том кто исполняет эту задачу если человек достаточно квалифицированный и сказал что я сделал это за такой срок то да все хорошо если он сказал что я это сделал за такой срок а сам делает за срок в три раза дольше то скорее всего здесь вопрос о взаимодействии внутри команды и управлянца который расставляет задачи эджайл и классическая методология это просто набор инструкций о том как действовать но любая работа все-таки делается людьми и результат зависит от совместной работы вот Марина да вот Марина как раз спрашивает практически об этом же что делать если член команды принял на себя задачу и не успевает ее выполнить то есть еще раз получается что первое ты можешь откинуть другие задачи и сконцентрироваться на той же задаче которую не успел сделать и увеличить сроки да либо что какие еще либо вы можете сказать что вы не будете делать всю эту задачу целиком а вы делите только то что действительно необходимо сделать и сделать это то есть задачу разбить еще на мелкие задачи на какие-то части да и уже посмотреть как это будет работать да совершенно верно очень часто бывает так что берется одна задача нарисовать сайт ну да да слишком большая маленьких дел ну то есть как я понимаю что даже если задача она достаточно маленькая то в любом случае все равно можно разбить на части и посмотреть как бы в чем именно проблема ну да согласен я говорю что если задача маленькая то ее все равно можно разбить на части в любом случае можно попробовать так сейчас вот коммуникации да я вижу вопрос собственно для этого и есть маленькие отрезки времени в которых вы работаете чтобы понимать на самом начале этой работы что у вас происходит что-то не так если нету коммуникации среди людей у участников команды лидер который должен быть в каждой команде по-хорошему должен собрать всех и спросить ребята что происходит и какие проблемы у вас есть в работе не молчиваться и говорить что если у вас есть проблемы молчите и оставьте их с собой потому что командная работа в первую очередь состоит не только из распределения задачи но и постоянной коммуникации друг с другом так собственно следующий вопрос от андрея по поводу сфер применения джайла в принципе его можно применять так или иначе на всех сферах работы главное не загоняться о том что это единственный правильный метод нужно брать самый лучший из него и например той же самой строительной работе тоже прекрасно работает когда вы говорите мне нужно сделать ремонт дома вы начинаете разбивать все задачи на то что купить инструменты купить краски вынести мебель из одной комнаты и начать делать что-то там это исключительно такой инструментарий для последовательной работы чтобы не браться за все сразу а знать что нужно сделать сейчас здесь чтобы все прошло довольно быстро и гладко вот я могу пару слов еще добавить от себя что вот наверное все из нас знают о том как это было когда мы учились например в школе и в институте то есть словно говоря или даже на работе да вот у нас перед нами стоит какая-то задача и мы часто ходим вокруг до около и не можем за нее сесть да не потому что мы как бы там боимся ее или еще что-то но вот просто есть какая-то ну то есть какое-то непонимание да и нам кажется что она такая сложная что вот надо как-то подойти надо как-то то есть вот и мне кажется что вот гибкая методология это как раз она и помогает вот снизить порог входа да то есть когда ты понимаешь что задачки то они маленькие они достаточно простые что ты вот входишь это как знаешь начинать играть наверное да то есть вот первый уровень проходишь вроде легко потом сложнее сложнее вот так же здесь то есть ты не боишься того что тебе сказали сделать целый сайт да а вот просто тебе разбили это на задачи ты понимаешь что вот они достижимы и что ты их реально можешь выполнить тогда реально человека будет быстрее так ввлекаться в эти задачи да действительно становится гораздо спокойнее и увереннее о том что все можно сделать это все равно что сегодня мы выступаем с презентацией я и алексей о том что нужно сначала договориться сделать презентацию проверить ее поправить вовремя прийти на место и подключиться и провести василий задает вопрос как осмечиваются такие проекты в принципе все зависит от того что вы имеете ввиду под осмечиванием о задачах от стоимости если у вас вопрос цены то выставляете максимально цену которую вы хотите получить за этот проект и у вас появляется классический ограничитель бюджет в который вы должны вписаться и если вы не успеваете сделать что-то в рамках вашего бюджета вы просто напросто связываете функционал и не делаете всего того лишнего что могли бы сделать а делаете только то что было нужно сделать для удовлетворения задачи вашего клиента ну вот тут не знаю я имею ввиду что хотел добавить может быть действительно есть какая-то сложность я вот честно не знаю ответа но не знаю там может быть какая-то почасовая плата здесь как-то может повлиять больше чем вот определять да сколько стоит например сам проект может быть это как-то посчитать в количестве часов ну то есть вот да я понимаю что могут такие сложности но то есть как я понимаю чего то сути вот такой гибкой методологии это как раз собственно и снизить превышение бюджета то есть потому что когда стандартной методологии да обычно там я где-то видел слайд буквально недавно когда я искал информацию что в среднем по стандартной методологии превышение бюджета там составляет 170 процентов то есть на 170 практически в два раза вот а когда погибкая там практически там до 70 это средний показатель ну то есть конечно бюджет превышается по каким-то разным причинам но уже не так много то есть его можно хотя бы прогнозировать здесь скорее из-за того что когда ты работаешь по гибкой методологии ты можешь сказать что давай мы сделаем для тебя все что действительно нужно сделать а сверх того мы просто не будем делать из-за того что не успеваем у нас нет денег но наш продукт который мы сделаем будет помогать тебе удовлетворять твои потребности может быть он не будет таким красивым и делать десять дел одновременно но он будет делать одно конкретное дело и делать это хорошо то есть получается что необходимо в таком проекте расписать более подробно именно функционал то есть если это касается например там сайта то нужно лучше прописать что этот сайт будет выполнять определенные функции действительно их тогда просто выполнить смотри тут василий пишет что это похоже на 3f friends family and fools не согласен friends family and fools это первичный источник для финансирования стартапа который не знает что он хочет делать и еще точно не определился с своей задачей как только ты определяешься с тем что ты делаешь одну конкретную вещь ты можешь сделать даже без финансирования или с минимальными затратами и собственного бюджета и только после этого начинать искать дополнительные источники бюджетирования ну то есть да мне кажется что много возможно сделать действительно и без финансирования стороннего это очень важно понимать именно для общественных проектов и для некоммерческих собственно вот мы как раз и проводим хакатоны и как раз василий был на таком хакатоне и то есть бесплатно реально можно сделать вот мвп но его реально правда сделать бесплатно и вот уже потом когда все работает да уже когда все понятно как функционирует тогда его можно условно там облеплять да какими-то дополнительными функциями искать на это деньги грубо говоря мвп позволяет проверить в ту ли сторону ты идешь ты очень правильно подметил на хакатонах что там делать не идеальный продукт или проект а проверяется идея насколько это действительно нужно и вообще реализуемо ли не ну да тут можно еще добавить там пропивот но это немножко в другую сторону и имеется ввиду что можно и вообще на 180 градусов разворачиваться да в идеологии проекта потому что все изменяется то есть я просто хочу подрезюмировать что просто наша жизнь она сейчас вот в настоящее время она очень сильно изменима да то есть сейчас там аж пишет но я чуть позже отвечу вот жизнь очень сильно изменима да соответственно даже вот например если мы там некоммерческая организация допустим мы хотим делать какую-то социальную компанию то реально там как стандартно это делается действительно я должен сначала понять там какие ресурсы мне нужны и потом это начать делать естественно я не смогу это проверить пока не доделал до конца и я очень на сто процентов пойму что я ошибся ну потому что ну просто время пройдет и все то есть вот и смысл то как раз быстрее быстрее ошибиться наверное да с одной стороны и вот с другой стороны просто сделать что-то маленькое но что действительно будет вот выполнять самую главную функцию а вот кстати понимание что такое самая главная функция вот в вашем продукте или проекте мне кажется это очень важно и вот во многом люди просто не могут понять что ими и что является целью да а вот это нельзя понять без тестирования как я понимаю да то есть пока ты не поговоришь не поговоришь со своими клиентами ты никогда не поймешь то есть ты думаешь по одному а люди совершенно типа другому скажут что на самом деле там мне нужно там совершенно другое так вопрос к алексея наверное уже были у вас вебинар посещены как раз тому как вы строите эти отношения в команде в начале работы по ходу дела типа человек пообещал и сделал меня это очень критично потому что работа с волонтерами очень мало очков влияния отчасти на данный вебинар сам насчет вопрос на только часть я советую посмотреть те вебинар которые мы уже проводили либо посмотреть в интернете то есть я прямо сейчас на вскидку не могу ответить на этот вопрос что конкретно еще было управление в принципе команды и волонтерами да это важный фактор ну там уже фактор мотивации да так и поэтому наверное немножко не об этом то есть сейчас мы наверное говорим о том когда мотивация вообще высокая да у людей они все-таки хотят все делается но когда достаточно сложно я вот что хотел сказать еще то есть когда ты говорил про инструменты буквально еще пять минут за тебя займу когда говорил про инструменты ты говорил о том что хорошо помогают стики ну если это так теперь переводить плоскость как бы современную словом говоря там онлайн и дату сейчас существует очень много сервисов там для project management и в том числе там для тех же стикеров как там whiteboard или что-то такое да то есть условно говоря это когда есть виртуальное пространство где также можешь размещать те же условно говоря стикер или что-то подобное даже можно использовать те же google документы да в том числе потому что они позволяют совместно работать вот и ну не за мне кажется что ну не знаю мы используем там например в работе асану инструмент для project management да но но я вот что хочу спросить то есть если какие-то конкретные ну вопрос вот в чем да что есть асану например да это просто вот инструмент но чтобы он соответствовал условно говоря методологии agile да надо что-то сделать то есть если какие-то шаблоны вот для этого или ну там видел ли ты когда-нибудь или что-то подобное короче как из обычных инструментов сделать agile очень просто на самом деле инструментарий не только на физическом и цифровом уровне это инструментарий подхода к работе потому что как раз еще один вопрос нам о том что о том что как применить как наладить на текущей работе то что люди уже что-то делают и нужно переводить это на agile ты просто напросто берешь те инструменты которые у тебя есть и подходишь к ним с точки зрения что у тебя есть не одна огромная задача разбираешь ее на подзадачи вносишь какие-то цифровые инструменты бумажки и начинаешь жить по ним достаточно просто и легко например если ты говоришь что у тебя есть асана вы добавляете к ней такую традицию как стендап когда вы собираетесь все вместе в команде и обсуждаете что успели сделать за вчерашний день или что вы не успели сделать если у вас уже есть рабочий продукт и проект просто посмотрите как вы работаете внутри команды насколько часто вы общаетесь друг с другом и есть у вас какие-то планерки которые не занимают вас слишком много времени но в течение 10-15 минут обсуждают все ключевой момент немного времени потому что все мы понимаем насколько действительно планерки они с одной стороны полезны с другой стороны они просто отбивают вообще занимают реально много времени я хочу просто Марии прокомментировать по поводу она спросила что введение группы в соцсетях вот если взять конкретный пример то мне кажется реально это просто взять нужно это введение в соцсетях разбить на вот конкретные задачи то есть взять например там человеку написать или пусть он сам например что он должен сделать в течение недели то есть что он должен конкретно сделать это уже привнесет какие-то более такие четкие понимания и например там если вы поставили задачу условно говоря на неделю то можно потом посмотреть почему они не были достижимы и так далее То есть, условно говоря, первый шаг – это сделать задачи более конкретными. То есть, ну, как бы, мое восприятие такое. То есть, если вот плавно переходить к agile, то это вот можно сделать вот так, как я это вижу. Да, просто-напросто сменить подход к тому, как вы ставите задачки. И стараться сделать их гораздо проще, понятнее и достижимыми в течение короткого промежутка времени. Так, есть ли вопросы к Дмитрию, потому что ему нужно бежать, и если нет, то просто я-то продолжу. У меня еще буквально минут 5-7 есть, потом несколько слайдов. Если какие-то вопросы еще есть, вы можете задать. В любом случае, потом мы опубликуем и презентацию, и видеозаписи. Там есть мейл, то есть, если нужно, вы можете связаться с ним всегда, и я думаю, что это не проблема, да? Да, только за. Вот, поэтому я думаю, что... Так, сейчас я еще посмотрю среди своих вопросов, я что-то хотел спросить. Ну, в принципе, в принципе, я, наверное, больше не буду тебя тогда отвлекать. Так, если вопрос тогда нет, тогда мы, Дмитрий, мы тебя можем отпустить. Большое тебе спасибо, что... Спасибо вам, ребята. Да, рассказал много чего интересного, вот. Ты можешь тогда отключить микрофон, а я тогда продолжу. Буквально займу еще несколько минут совершенно, да? Я просто когда готовился, я что-то не мог это как-то сделать в виде слайдов. Я подумал, что лучше я напишу ссылки, потому что вы сами почитаете. Я просто подборку сделал некоторых, ну, как бы, ресурсов, связанных с гибкой методологией. В том числе есть какое-то, там, одно видео в конце, вы можете посмотреть, русскоязычное, где также наглядно объясняется еще раз, что такое гибкая методология. То есть это будет более интересно и подробно посмотреть. Также есть несколько статей на нашем сайте. И, например, вот первая ссылка – это Agile Days. Это конференция, которая проходит в Москве каждый год. Но почему я ее привел? Не потому что как реклама, а потому что зайдет сюда, вы увидите выступление с прошлого года. Это достаточно интересно, они достаточно полные, там, где-то минут по 40, по 35. Конечно, многие из них, они нацелены на разработку, именно на программную разработку, да. Но, опять же, вот смотрите на это с точки зрения любого управления проектом, любого проекта. То есть не берите вот именно только программирование, да, там, берите как бы шире. Что я еще хотел сказать, что также я искал несколько информативных ресурсов по тому, как применять Agile, например, для некоммерческих организаций. И что я нашел? Единственное, что я не в курсе, была ли эта книга опубликована на русском языке, вот есть Practical Project Management for Agile Non-Profits. Если вы нажмете на нее, вы можете перейти по ссылке на Амазону, посмотреть. Я вот не успел посмотреть, если на русском языке и нет. Как вы понимаете, эта книга рассказывает о практических, собственно, принципах того, как внедрять Agile для некоммерческих организаций. И она является такой базовой книгой вот вообще в этом. Но это не единственное, что я нашел. Также есть руководство за Agile Non-Profit. Это краткий гид о том, как внедрять веб-разработку, в том числе, в своей организации. Конечно, это на английском языке. Может быть, это некоторая сложность будет, но тем не менее, будет достаточно полезно, я считаю. Поэтому также вы можете перейти и посмотреть. Здесь это файл PDF. То есть его можно спокойно потом скачать на свой компьютер, посмотреть. И я думаю, что вы что-то полезное отсюда вынесете. Тут, видите, касательно именно веб-разработки. Но, как вы понимаете, да, сейчас время такое, что мы все, как бы, связанные с интернет-пространством, и любой, в том числе, некоммерческой организации требуется что это? В том числе сайт или какое-то приложение, например, там. Вы можете сделать какое-то свое мобильное приложение, через которое будете собирать пожертвования или что-то еще. Поэтому, действительно, возможностей тут очень много. И что же еще я хотел сказать? Что я нашел несколько примеров. Они такие достаточно простые, но, честно, не нашел ни одного примера в России, потому что я просто не знаю. И мне кажется, нет такой информации о том, чтобы некоммерческая организация в России использовала Agile. Ну, если вы кто-то знаете, вы можете сказать об этом. Так вот, существует такой сайт. Это портал, государственный портал государственных услуг в Великобритании. Называется gov.uk. И мне кажется, что это один из самых правильных на настоящее время порталов государственных услуг вообще в мире. Во-первых, потому что это сделано очень здорово, это очень качественно, очень просто и очень понятно. То есть, если вы сравните, например, если вы пользуетесь госуслугами, зайдите сюда и посмотрите, как это различается. Почему я привел этот пример здесь? Не просто так, потому что у них есть так называемый сервис-дизайн-мануал, то есть руководство по тому, как создавать услуги для государства, для связи государства и общества. И это очень круто. И в том числе они используют, естественно, что гибкие методологии. Я вот не знаю, есть ли тут слайд. Наверное, нет. В общем, там была такая фраза, говорящая о том, что вообще рекомендуется уже сейчас всем государственным органам, которые работают с людьми и предоставляют услуги, они обязательно должны проповедовать agile. Только лишь потому, что действительно очень много изменений происходит. И очень быстро эти изменения происходят. То есть представьте себе, вы делаете какой-то сервис, и пока вы его делаете, действительно все может поменяться, в том числе с политической точки зрения. Да, вы здесь, наверное, можете сказать мне или подумать вот о чем, что, допустим, вы делаете какое-то приложение, и вы можете его просто обновлять. То есть, условно говоря, вы выпускаете прям мобильное приложение, и просто потом обновление, как мы все привыкли, обновлять наше приложение на мобильном телефоне. Да, это также возможно. Ну, в общем, я очень советую посмотреть вам вот этот ресурс. Он реально очень потрясающий и показывает о том, что вот в том числе даже государство или решение каких-то общественных важных задач именно связано с гибкой методологией, потому что ограничение ресурсов, да, ограниченные ресурсы, в том числе как и человеческие, так и временные, они должны вот как бы использоваться более эффективно, и тогда все получится. Что-то у меня какая-то стенка не наложила здесь. В общем, я еще привел пример, как Дмитрий говорил по поводу того, что да, все, вот в принципе, все известные сервисы, которые мы сейчас используем, они все проповедуют Agile, гибкую методологию, в том числе и Spotify. Это сервис музыкальный, который недоступен в России, но он был одним из первых, который, в принципе, внедрял это и действительно очень сильно смог сэкономить затраты на производство по сравнению с большими гигантами, с теми же Facebook и Google. То есть даже если вы небольшая организация, вы можете достичь многого. То есть, условно говоря, если вы знаете, что такое Инстаграм и что это, условно говоря, фотосервис, да, и как он был создан, по-моему, там работало что-то порядка там четырех человек сначала, а потом что-то меньше двадцати. И потом, перед тем, как он был куплен Facebook. То есть, представьте себе, это была одна из самых популярных на тот момент, в том числе уже сетей, да, социальных фото. И там работало так мало людей. То есть, вот это говорит тоже о многом. И что я привел тут еще один пример, также он англоязычный, потому что, к сожалению, я не нашел русскоязычных примеров, но говорит о многом, вы можете зайти. То есть эта организация называется Civic Actions. Это организация, которая также проповедует гибкой методологии, в том числе Agile, да, ну, это и есть, собственно, да. Что конкретно проповедует, я не могу сказать, Scrum или что-то еще, но вы можете посмотреть здесь кейсы, которые они приводят на своем сайте, да, это именно то, что они создавали для того, для каких-то общественно важных проблем, да. То есть, вот как вы видите, например, Human Services, или для музея, например, Национальная история, или Amnesty International, наверное, вы все знаете эту организацию. То есть кейсы действительно очень значимы, и вот мне кажется, что это будет хорошим примером для того, чтобы вы начали делать что-то свое, вот именно в такой методологии. Последний слайд с контактами, но я просто хочу подрезумировать теперь все то, что сегодня говорилось. Независимо от того, чем вы занимаетесь, да, это коммерческая деятельность, некоммерческая деятельность, да, это в основном это командная работа. Это про project, я уже что-то с английским допутаю, то есть, в общем, это проектная работа, когда вы сосредоточены на решении какой-то конкретной задачи, то бишь, будет то сайт или что-то еще. И это обязательно в большинстве своем командная работа. Поэтому возможность сокращать использование ресурсов и возможность ошибки, да, вот именно по классической методологии, она возможна с помощью использования гибкой методологии. Поэтому, когда вы просто большую задачу разбиваете на более мелкие и начинаете постоянно мониторить, как проходит работа над этими маленькими частями, таким образом вы сделаете свою работу более эффективной. Вот мне кажется, это самое простое объяснение вот гибкой методологии. То есть, вы сделали маленькую часть, и это самое главное, чтобы эта маленькая часть, она была основной, да, то есть, опять же, если мы говорим о каком-то веб-сайте, то этот сайт, например, выполняет определенную задачу. Представьте себе, что вы хотите сделать сайт для сбора пожертвований. Вы просто берете и делаете сайт, где есть одна кнопка пожертвования, пожертвовать. Это первая версия. Например, на следующей версии вы уже добавите контакты, описание или еще что-то. Ну, это я утрирую, конечно, но тем не менее это так. И таким образом, когда вы разбиваете на более мелкие задачи и делаете, и сосредотачиваете свое внимание на самом главном, да, то есть на том самом основном, для чего все это делаете, таким образом вы сможете постоянно улучшать то, что является результатом вашей деятельности. То есть не как классически вы планируете сначала, например, провести социальную кампанию и запускаете ее, совершенно не понимая, насколько это будет работать, да. Делайте это именно такими отрезками небольшими. Обязательно тестируйте, тогда все получится. В общем, надеюсь, что вам было интересно и полезно, и я думаю, что это такая, ну, как бы, может быть, для многих это первая такая вот информация по поводу гибкой разработки. Опять же, пожалуйста, смотрите на это более широко. Это не только программирование, не только разработка и веб-разработка. Это вот именно проектная работа в общем, мне кажется. Поэтому посмотрите, пожалуйста, те ресурсы, которые я еще вам скинул. Если есть какие-то вопросы, буквально я могу вас сейчас ответить. Если нет, то наш сайт test.ru. Нас легко найти в социальных сетях. Это теплица ST слэш везде, то есть это Facebook, теплица ST, VK, теплица ST или Twitter также. И, собственно, мы также есть и на YouTube. Поэтому я вам говорю большое спасибо, что присоединились в пятницу, когда для многих хочется еще, я не знаю, потратить свое время на улице, потому что классная погода, вот, но тем не менее здорово. Вот. Так, еще раз Маша пишет. Поняла, что затык у меня не только в методологии, которая используется в работе, сколько в постоянные отношения с волонтерской командой? Да, и как говорил Дмитрий сегодня, что важный акцент делается на взаимоотношениях с людьми. Это важнее инструментов. Вот просто имейте это в виду. Поэтому, если нет вопросов, то, в принципе, мы можем заканчивать. Я думаю, что можно на стоп нажать запись.